Поговорить об этих предстоящих выборах с московским политиком Сергеем Россом, который сейчас очень активно занимается подготовкой. К ним Сергей на связи. Слышите нас? Да, Леонид Александрович, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Собственно говоря, почему вас позвали и что нас привлекло? Оказывается, что вы прямо сейчас провели такой вот форум мирной России в Петербурге. В России непосредственно, где, значит, обсуждали законодательную политику и координацию реформ. А еще вы пишете про московские муниципальные выборы в Москве и готовите муниципальных депутатов, кандидатов муниципальных депутатов к участию. По мнению, например, Гарри Каспарова, с которым у меня будут дебаты в воскресенье на канале «Популярная политика», вас не существует. Нельзя сейчас в России заниматься политикой. Нет людей, которые в России занимаются политикой. А вы занимаетесь, форум проводите, муниципальных депутатов готовите, выборы какие-то. Гарри Каспаров вам скажет, какие выборы, Сергей? Война идет и вообще вас не существует. Расскажите, как у вас получается существовать и зачем вы делаете то, что делаете? Спасибо, Леонид. Мне кажется, что очень важно показывать всему обществу, а не только Гарри Каспарову, то, что, собственно говоря, есть люди, которые не считают, что у государства есть монополия на возможность изложения вообще позиций за все общество. И, собственно, это мы пытались показать форумам. Мы пытались собрать людей, создать для них, грубо говоря, место силы, чтобы эмоционально подзарядить батарейки после той страшной апатии, которая со всем нашим обществом случилась после 24 февраля. Позволить им проявить интеллектуальное лидерство, потому что очень часто оппозицию критикуют за отсутствие повестки и видение будущего. Ну и, конечно же, это возможность заявить антивоенную позицию, потому что люди, им очень важно видеть, что есть ролевые модели, те, к кому можно присоединиться. Потому что после 24 февраля огромное количество сомневающихся в том, что среди тех, кто даже поддерживает регулярно власть, в том, что у власти вообще есть образ будущего, но им нужно видеть, что у кого-то есть альтернативная позиция. Эта альтернативная позиция артикулирована. Сергей, вот чисто технически у меня такой вопрос по поводу форума, если я не ошибаюсь, форум «Мирная Россия» называется. Назывался ваше мероприятие, которое проходило. Даже, судя по названию, понятно, что должны были быть проблемы. Я знаю, что вы очень как-то сложным способом пытались его провести. Мне кажется, это просто полезная информация для тех, кто хоть какой-то будет готовить мероприятие, находясь в стране. Что вы для этого сделали? Слушайте, сложностей было масса. Начнем с того, что спикеров мы приглашали, конечно же, заранее. Это был как раз-таки февраль и марта. Большинство людей, ну, они просто отвечали, нет, не сейчас, я не могу об этом думать, я не могу думать, что будет на следующей неделе, я, может быть, вообще не буду в стране и так далее. То есть мы боролись с этой апатией, это была первая сложность. Вторая сложность, конечно же, уже за несколько недель до мероприятия мы начали получать всякие сливы в провластных пабликах, всякие сигналы о том, что, собственно, нам сладко не будет. В день мероприятия, вообще оба дня мероприятия, нас прямо около дверей дежурили НТВшники, причем с каким-то совершенно диким остервенением. Они пытались разломать дверь, пытались засунуть туда ногу, чтобы хоть как-то протиснуться, пытались сталкерить наших участников и записывать с ними какие-то ролики. Ну и так далее, и так далее. Вот и полиция была, и все было. Но я думаю, что удалось нам провести, потому что мы до почти последнего момента хранили молчание и действительно все делали тайно. А с другой стороны, уже в дни мероприятия, ну, конечно же, с нашей стороны это было нагло провести мероприятие непосредственно в том месте, где происходит, ну, грубо говоря, это путинская витрина. Весь Петербург, он выстраивается в дни Питерского экономического форума вокруг этого мероприятия. И, конечно же, в силу вот этой нашей наглости, я думаю, что мы просто не дали возможности придумать хороший план, как нам противодействовать, кроме вот этих вот гадостей в виде там НТВшников, Эшников, которые дежурили на улице и так далее. Сергей, спасибо. Говоря дальше про апатию, в Москве будут выборы, 125, правильно, все-таки не в 104, а в 125 муниципалитетов. Там разыгрывается более тысячи мандатов, 1400. То есть, чтобы реально, ну, там, оппозиции серьезно выступить, надо соответствующее количество кандидатов. Вот они есть, они откуда-то берутся, есть ли люди сейчас в Москве, которые, понимая все риски, понимая риски антивоенной позиции, понимая вообще риски вступления в политическую жизнь, говорят, нет, мы пойдем, мы будем бороться, мы хотим стать кандидатами в депутаты, мы будем идти на выборы, как независимые кандидаты и так далее. Я думаю, здесь есть хорошая новость и плохая. Плохая новость заключается, конечно же, в том, что после 24 февраля кто-то уехал, чья-то внутренняя эмоциональная уверенность и готовность действовать в этой обстановке, она, конечно же, ну, увяло, да, в такой обстановке. И, с одной стороны, это плохо, да, с другой стороны, количество кандидатов на этих выборов, которые уже были депутатами предыдущие пять лет, которые все понимают, которые прекрасно знают, на что способна мэрия в плане, там, кооптации, давления и так далее, и которые, тем не менее, готовы бороться, вот таких кандидатов стало кратно больше. И в этом смысле, ну, я считаю, что, конечно же, есть шанс побороться, конечно же, есть шанс продвинуть хороших кандидатов. Есть несколько инициатив, которые пытаются это сделать. Не только я в этом участвую, да, там участвует, свое движение сделал Лобанов. Кстати, он у нас был на форуме, да, Лобанов и Замятин, называется проект «Выдвижение». Есть проект также у Юлии Галямина, есть проект у Марины Литвиновича и так далее. То есть, ну, в принципе, я считаю, что на этой компании есть шанс побороться. И вообще, и в этом многие спикеры на форуме были солидарны, и Гуриев, и Аббас Галемов. Очень важно, невзирая на сложности, да, проявлять и заявлять свою позицию, артикулировать ее, участвовать в выборах. И муниципальные выборы могут стать возможностью заявить свою антивоенную позицию людям. Людям это очень важно слышать. Сергей, спасибо большое. Я, кстати, вот с вами совершенно согласен. Я тоже считаю, что в нынешних условиях, конечно, нет смысла вести муниципальные выборы, рассматривать их как выборы про лавочки, скамейки и ЖКХ, но есть большой смысл использовать их как единственную оставшуюся легальную возможность заявить свою антивоенную позицию с помощью протестного голосования. Митинговать нельзя, писать в соцсетях нельзя, бастовать нельзя. А на выборы прийти и проголосовать против путинских кандидатов можно все еще. Все еще абсолютно безопасно. Я думаю, что вот этот такой оставшийся клапан для выпуска пара неожиданно может дать очень непредсказуемые результаты, если действительно мы сможем хорошо организовать вот такое протестное голосование. Поэтому я хочу сказать, что со своей стороны мы, команда умного голосования, на это поработаем. Если кандидаты будут, которых будет не стыдно поддержать, то мы обязательно поддержим. Спасибо, Леонид. Удачи вам и нам. Леонид. Удачи вам.